Всем привет! Сегодня у нас стоит подписчица. Сейчас я зачитаю, а потом дам комментарии, и мы с вами это все обсудим. Галя, здравствуйте! Спасибо вам за ваш канал, ваш труд. У меня случилась вот такая ситуация с соседкой. Я живу в Стамбуле уже много лет, замужем, есть двое детей, все у меня хорошо. Мы переехали в новую квартиру, и там поджидала меня моя соседка. В то время я работала в школе, а она домохозяйка была со стажем. Кстати, старше меня всего лишь на 4 года. Мы с ней познакомились, и она прилипла ко мне как банный лист. Это такое есть, очень часто в соседках такое встречается здесь. Примеры. Я приходила с работы, только заходила в квартиру, она уже на пороге стучала, звала себе попить кофе и так далее. Она в прошлом тоже учитель, и должна же понимать, как это, приходить уставшись с работы. Я иногда заходила к ней попить кофе, иногда не открывала дверь, иногда находила какие-то отмазки. А в одно время вообще сказала, ты сначала стучишь в мою дверь, только потом открываешь дверь в свою квартиру. И она типа обиделась, сказала, что больше так делать не будет. Но все продолжалось. Конечно, из-за вежливости мне приходилось ее тоже звать к себе. Однажды она сказала, типа, ой, твои обои в коридоре меня так бесят, аж хочется взять их и содрать. Я удивлена. Я бы уже в тот момент, скажем так, обалдела. Дальше в другой день. Твои подушки на диване валяются, их нужно расставить вот так, вот так красиво. Неужели ты не следишь за модой и декором? Она еще хотела содрать ковер с лестницы, просила у меня хлеб, хотя у самой не истощаемые запасы хлеба в морозилке. Шесть яиц, постоянно какие-то ингредиенты для чего-то мне не жалко. Она домохозяйка просто, у нее есть машина, она постоянно в маркете ходит, а я работаю. Но нужно сказать, что всегда, когда она что-то готовила, кексы, жульен и всякое прочее, она меня, конечно, угощала. Так мы прожили три года. В этом году мы повздорили. Повод это мои дети. Я попросила у нее посидеть с детьми, чтобы я быстренько сгоняла в Ебебек, купилась смесь для ребенка. Написала ей смс, что дома вообще-то смеси не осталось у нас никакой, то есть мне нужно сбегать в магазин. Я так поняла, у вас двойняшки, да, двое детей. Детям по четыре месяца. Они захотят есть скоро и через какое-то время. Она мне ответила, что извини, я сегодня со своей дочкой, она во втором классе в школе учится, иду гулять. Она раньше оставалась, когда мне нужно было, помогала, если мне нужно было куда-то уйти. Но в этот раз вопрос был в другом. Реально я забыла про запасы смеси для малышей. Короче, я ей написала, что если бы попросила меня посидеть со своей дочкой, а ты бы сгоняла за хлебом, то я бы тебе не ответила, типа извини, и никогда такого не сказала, я иду гулять со своими детьми. Хотя карантин, и можно выходить только с часу дня, а дело было в 10 утра. Моя ошибка в том, что я не давала ей отпор в свое время, а сглатывала, думая, типа соседка, нужно быть в хороших отношениях и так далее. Кстати, она тоже делилась со мной своими переживаниями. Муж поднимал на нее руку. Дома у них соседские отношения с ним. Я своему мужу, когда помогала по работе, она мне говорила, что это неблагодарное дело. Мужики, они одинаковые, все плохие. Я тебе как обла говорю. Делала мне подарки детям, она худжаи подарила и так далее. Сейчас мы не видимся и не общаемся, испытываю к ней противоречивые отношения. То ненавижу, то думаю, а может вина во мне? Потом вспоминая, что она говорила про мой дом, я опять начинаю злиться. Помогите разобраться, как мне относиться к ней. Мы же рано или поздно встретимся на лестничной площадке. Заранее спасибо за ответ. Ой, да все просто. Нужно посмотреть на себя, да. У вас простая проблема. Вы человек, который себя немножко не любит, возможно с низкой самооценкой, который не умеет оставить свои личные границы и не смотрит на, скажем так, не любит себя. И поэтому вы не обращаете внимания на то, что если мне плохо, мне что-то не нравится, я порой наступлю себе на горло, сделаю не так, как хочется мне, чтобы мне было хорошо, а так, как хочется другим людям, чтобы угодить, быть признанным, чтобы меня не отвергли и так далее. Это причины вашего поведения. Как именно, мне же вопрос знал, что со мной творится, происходит, да, а как мне именно с этим человеком поступать. Все просто. Для того, чтобы быть счастливым, вам нужно делать то, что вам хочется, что вам доставляет удобство, что, скажем так, для вас приемлемо. От чего вы получаете удовольствие, вот, счастье. Вот этот конкретный человек вам счастье не приносит удовольствия, потому что она критикует, там, не знаю, декор, дизайн, она к вам ревностно очень относится, и на самом деле у нее скрытая агрессия к вам идет. Хоть она, типа, такая приветливая, видимо, если вообще не с кем общаться, и других, например, турчанок соседок она не нашла себе в огромном доме, в котором вы живете, то есть вы там не одна вообще-то, правильно? Значит, у нее такой еще скверный характер. И она многое критикует, агрессия, поэтому она себе позволяет очень многое, она прочухивала, скажем так, я прочувствовала рамки вот этого дозволенности, критикую ваш обои, ковер, там, блин, подушки и так далее. Почему человек это делает? Все очень просто. Потом, во-первых, у нее дофига свободного времени на это время есть. Во-вторых, она недовольна своей жизнью, у нее все плохо. В-третьих, она вам завидует, потому что у вас с мужем все хорошо, у нее с мужем все очень плохо. И свою агрессию, неудовлетворенность своей жизнью она переносит на вас, критикуя вас, вы ее раздражаете. На самом деле, это не суперподруга какая-то. На самом деле, она вас тихо ненавидит. И вы ее раздражаете, потому что благодаря тому, что у вас хорошо, она видит в этом свои минусы, свои неудачи в своей жизни и становится в этого больше неуверенной. Вы ее раздражаете. Скорее всего, это уже первая ситуация была, но скоро произойдет огромный... Вы либо сейчас вообще перестанете общаться, типа она обиделась или еще что-то, и либо, если продолжите общение, будет огромная взрывная проблемная ситуация, после которой она найдет повод с вами разорвать отношения и поругаться. Но на самом деле, она уже очень давно этого хочет, потому что вы ее просто во многом обходите лучше, и она с этим мириться не может. Ну и с какой-то вежливости воспитания или своей глупости, скажем так, расстаться, принять там, перестать с вами общаться, меньше она не может. Не может себе этого позволить, взять на всякую такую ответственность в вашем общении. Но на самом деле, она вас не любит. Не думайте, что она с вами подружка какая-то. Понимаете, когда дружат, хорошо к человеку относятся, к нему не приходят, они говорят, меня бесят твои обои, хочу их сорвать, меня бесят твои подушки, они так валяются, ты вообще тупая, ты не следишь за модой, за декором и так далее. Любящий человек будет критиковать? Не то, что критиковать, она вам конкретно сказала фразу, меня бесят твои обои. На самом деле, через обои, ты говоришь, меня бесишь ты. И твои, возможно, идеальные обои на стене. Люди, особенно турки, они не могут напрямую говорить претензии, они вообще очень многие не умеют, они подавляют негатив и агрессию. Они не умеют с этим работать и не умеют сублимировать, переносить и, в принципе, избавляться от этих эмоций. Они в себе подавляют большинство, потому что у них важно, что тебе скажут, подумают, и вообще это плохо. Такие свои негативные именно эмоции показывать. И эта женщина просто не может выразить правильно, сказать, ты меня бесишь, что у тебя все хорошо, а у меня все плохо. Я несчастный человек. Она говорит, у меня бесят обои. Вы же придраться к чему-то же надо. Это же обои-то твои. Ты меня бесишь через свои обои. А у тебя подушки не так валяются. Она еще говорит, а ты тупая. Ты что, дизайном не занимаешься? Модных журналов не листаешь? Она же не думает, что у вас времени на это нет. Вы работой заняты? Уже двое детей. Как я четыре месяца вообще, только недавно родившая мама, вообще прикол, да? Это вообще такая подружка-соседка не в радость, а в тягость. Так что я вам честно скажу, на самом деле человек вас ненавидит. Признать этого сам не может. И ненавидит вас за то, что у вас все хорошо. Такие люди либо доводят до абсурда ситуацию, ругаются и, скорее всего, сделают виноватой, но в итоге они общаться не могут. Либо они могут тихо, валко, всегда с вами общаться, но не активно, но при этом каждый раз вас обсирать. Обои, подушки. Ой, ты классно приготовила торт, ты что-то пересолила там что-то где-то, понимаете? Причина быть недовольной, причина критики, негативной оценки всегда найдется у этого человека. Потому что он базово, вы его просто бесите. А бесите, потому что он не может радоваться за других. Это проблема, конечно, в ней. Вас касаемо. Как себя с ней вести, да, вы спросили. Вообще поймите для себя, вы не определите, что вы хотите. Вы должны определиться. Вам приемлем такой человек рядом? Соседка, на которую положиться вы уже не можете. Она с дочкой пошла гулять, а тебе надо за смесью сбегать, да? Вы же, как ее рассматривали, как помощника, по поддержку какую-то, да, помощь. Положиться вы на нее не можете. Она восходит, критикует, обсирает ваши обои, вас. Говорит, что вы ее бесите. Вам это надо? У вас настолько низкая самооценка, что вы рядом с собой готовы держать даже такого человека? Вот по мне, то я бы лучше вообще без друзей была, чем вот с такими друзьями, которые мне в лицо плюют. Она соседка. Она даже не подруга. Она просто рядом живет. И она не обязана, кстати, помогать вам физически, с детьми там, или за смесью сходить, или еще все прочее. Вы от нее ожидаете больше, чем она должна вам давать. У вас не тот уровень отношений. Вы вкладываете больше в это общение, чем она. А она вас держит на расстоянии. И еще больше скажу, тихо ненавидит, к сожалению. Она к вам не искренне относится. Поэтому она вам помочь и не хочет. Там ведь не нужно помочь. А потому что вы ее дико бесите. А если она вам еще помогать будет, она еще больше вас будет ненавидеть. Потому что она помогать вам не хочет. Значит, у вас еще лучше все будет. Вот просто подумайте для себя. Вам зачем с этим человеком общаться? Зачем он вам при этом нужен? Настолько вы себя вообще не любите? А изначальная проблема, конечно, в вас. Вы с человеком, который, возможно, переходил какие-то личные границы, брал больше внимания на себя, лез куда не надо. Вы не поставили личные границы. Вы звали к себе. Она вам изначально неприятно была. Помните? Вы с напрягом, со скрепом ее впускали в свою жизнь. И вот не надо было этого делать. Это ваша ошибка. Это вам урок на будущее. Если какие-то соседи новые появятся, знакомые, или на работу, когда выйдете, в коллектив, что-то такое. Не надо личных вот этих одновременных. Со временем сюда. Вы впустили слишком рано этого человека, тем более, который вам не нравился. Вы боялись отказать. Я хочу быть приличной соседкой, чтобы... А какая вам разница, даже что соседи о вас думают? Почему вам не наплевать на одобрение? А должно быть, она вам не член семьи, не родственник, а соседка. Это же ваша личная проблема. То есть вы боитесь быть отвергнутым, быть нехорошим. Меня не будут любить. То есть вы зависите от мнения окружающих о себе. Это тоже вопрос в копилочку самооценки. Как себя конкретно с ней вести, вы поймете сами, когда для себя окончательно примите решение, кто она для вас, враг или друг. Нужен вам такой ненадежный друг, который вас ненавидит тихо? Принимаете вы такого человека или нет? И от этого вы уже будете себя вести. Если вам это окей, вы боитесь быть плохой или еще какой-то, пожалуйста, общайтесь, имейте у себя на груди, пригревайте такую змею подколодную. Еще в семью к себе впускайте, с мужем знакомьте, у которого муж бьет, у нее все плохо. Которая ненавидит, что вы с мужем все хорошо, что вы мужу помогаете, что у вас взаимосвязь с мужем есть. Она вам, простите, и в этом подгадится временем. Дайте только время. Или если вы решите для себя, что общаться с ней не хотите, вам этот человек неприемлемый рядом, ненадежный, он вас ненавидит и желает вам нехорошего чего-то, вы это не принимаете, то вот этот ваш конфликт это повод перестать общаться. Вот и все. Увидите, вы встретитесь на личностной площадке. Если вы не уверены, сейчас посмотрите, как она себя поведет. Если у нее все окей, она первая к вам рванет целоваться, обниматься и все такое, сделает вид, что ничего не было. А если она вас реально тихо ненавидит, и все-таки это была ситуация для того, чтобы с вами прекратить общение, чтобы просто бесить и базово, то она к вам не побежит обниматься. И вот в этот момент я советую вам то же самого не делать. Вашей вины здесь никакой нет. В том, что так произошла ситуация. Возможно, она уже была готова с вами прекращать общаться. Ситуация специально вам не помогла, чтобы был повод поругаться, обидеть, что вы к ней уже отвалили. А что она ваше счастье, новорожденных детей, ваших четырехмесячных, переваривать не может. Не хочет она вам помогать. Потому что у вас с мужем все нормально, вы от него детей рожаете. Она пережить этого не может. А у нее с мужем плохо, ее муж бьет. Все просто. И вам такая подружка, ну я, вот честно скажу, вы как хотите, но я бы с таким человеком не общалась. Вы что, она вам не няня помогать смесь купить, или потом попозже детей на нее оставлять. Вам надо няню будет приглашать. Это человек, которому вы платите деньги, с которого вы имеете спрос. А это просто посторонний человек, который живет просто территориально, рядом с вами. Она же вам не подружка, я же бы сказала, и не родственница. И ничем она не должна вам не помогать смесь покупать, не с детьми вашими сидеть. Это уже ваша надежда, которую вы на нее пытались наложить. Поэтому, когда вы поймете для себя итог, да, какой, как вы к ней относитесь, нужна она вам в жизни или нет, приятно вам с таким человеком общаться. Если неприятно, вы делаете вид, что вы с ней никогда и не общались, не здоровьтесь и не общаетесь. Если вы считаете, что окей, я это приемлю, ну идите, смиритесь, пожалуйста. Или посмотрите, как она к вам прибежит, когда будет. Я честно скажу, я склонна к мысли, что она окончательно с вами разорвала, и может быть, спустя там какое-то время, когда вам помощь уже будет не нужна с детьми, чтобы не помогать. Она может объявиться через годик, например, когда вам полегче с детьми станет. Зачем она будет ваши проблемы разгребать и вам помогать? Она вам не поможет, никогда вас ненавидит. Вот в чем дело. Девчонки, у кого в семье такое было? В плане в семье, я имею в виду по соседям, да, у кого такие ситуации. Это могут быть не только соседка, но и подружка потом, да, поменяться такое, женская дружба, отношения поменяться. Пишите комментарии, дайте советы этой девушке. Ну и, конечно, с учетом турецкого менталитета. Здесь немножко вот в общении с соседками назойливыми есть такая история, когда пытаются залезть больше, чем оно нужно на самом деле. Но тут уже, как вы расставляете свои границы, от этого все зависит. Не теряйте их, возраставляйте лучше. Знаете, человека подальше держать сначала, а потом позволять к себе, скажем так, подпускать. Если человек, вы проверили, нормальный, надежный, окей. А не так быстро в объятия, если какую-то змею на грудь пригреть, пусть она тут рядышком с вами. Так что вот. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Советы девочке дайте. Надеюсь, вы удовлетворены и я ответила на ваш вопрос. Вот. Видео в инфобоксе я оставляю свою почту, куда вы можете писать свои истории анонимные для разбора или записываться на психологическую консультацию. Спасибо за внимание. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Всем пока. Пока.